ladies and gentlemen we're making this video in front of international relations institute and before this video starts i would like to tell you about the channel of denis islamov he's telling stories about criminal parts of russia these days he's calling it harsh russia something about how people treat lgbt in the country how people used to live in the 90s so check him out link will be in a description друзья вы на канале islamov dc с вами я islamov denis в этом выпуске мы поговорим на такую громкую well yeah i i don't really think so i'm actually also like partly russian by my family line but honestly i believe it's untrue it's quite a big stereotype that was built through years actually and it's actually good to see that people are let's say nowadays like visiting russia breaking some of those two right times down so i would say that isn't true when you look at reality я думаю что каждое государство так или иначе нуждается в определенных определенной цензуре определенных правилах которые не всем могут приходиться по душе но думаю что времена репрессии давно прошли и все что происходит сейчас это необходимость я считаю что нет законы которые принимаются они направлены на скажем так укрепление нормативной базы развитие и улучшение тех юридических пробелов которые существуют в целом на все-таки социальное государство поэтому про репрессивность я думаю по крайней мере жизнь как студента меня вполне устраивает в россии я довольна свободы которые мне нужна она есть мне ее вполне достаточно но это все же для нашего блага россия пытается обезопасить себя поэтому мне кажется это приемлемо а от кого обезопасить? от странного вмешательства то есть думаете есть реально такое вмешательство? да это страны какой-то конкретной страны? ну наверное США как вы думаете существуют у нас в стране репрессивные законы? ну я думаю да ну в чем они проявляются просто то что они есть это факт и что они тянутся с давних времен у меня у меня прадедушка стал жертвой репрессий Советского Союза, и в семье устоялось мнение, что репрессивные законы остались до сих пор, и что за определенную свободу, которую имеет человек, он может быть наказан в жесткой мере. Поэтому, да, вот все вещи, касаемые свободы человека, свободы слова, его мнения, они караются репрессивными законами. Это та тема, которая сейчас подвергается статьям, поэтому сильно о ней не скажу. Но вообще мы, можно сказать, что вернулись в то время, когда есть законы, которые достаточно тяжко карают людей. Они не основываются на каких-то определенных уголовных правах, которые были установлены еще в римском праве или раньше. Ну, вы наслаждаетесь такой ситуацией? Нельзя сказать, что можно себя позитивно чувствовать, нейтрально чувствовать, потому что это касается каждого человека, это касается наших прав, которые иногда могут ущемляться. Мне кажется, нельзя себя как-то позитивно чувствовать по этому поводу. Как вы считаете, вот есть ли у нас репрессивные законы в стране? Безусловно. Вот какие могли бы вы выделить? Закон о дискредитации армии, закон о фейках. О, нет, Россия свободная страна. Мы любим очень Россию. Спасибо Путину за такую страну. Но, если честно, не хочу про эту тему говорить. Ну, должно быть вообще такое у нас? Ну, знаете, вообще у стран, таких стран, как Россия, вообще по идее, должно быть свободное слово, и люди должны делать то, что хотят. Вот наслаждаетесь такой ситуацией? Репрессивными законами? Да. Ну, меня как бы это особо не касается, не коснулось пока что, слава Богу. Но приятного мало, конечно, да. Есть какие-то страхи, что это может, может, что-то ужасное вылиться там в Северную Корею 2.0? Есть страхи. Есть ли у нас в стране репрессивные законы? Определенно есть. Конечно, у нас об этом особо не говорят, но есть. Какой закон об иноагентах, допустим, он достаточно сильный, скажем так. Ну, это достаточно репрессивный, как мне лично кажется, закон. То есть, там всякие подковырки есть, с помощью которых можно и засадить человека, и запретить организацию, и экстремистки объявить. Ну, в общем, понятно. Как думаете, для чего такой закон вообще принимался? Контроль со стороны государства над медиапространством, над... Ну, в первую очередь над медиапространством. То есть, это вот то, что постоянно надо указывать, что... То есть, организация это иноагент. То есть, естественно, люди, скажем так, больше доверяющие нашим правительственным ресурсам, они меньше доверяют этой организации. А во-вторых, ну, с объективной точки зрения, это снижение влияния зарубежных сил. Вот есть ли у нас в стране какие-то репрессивные законы? Ну, возможно, они есть, но я, допустим, не попадаю под такое влияние, и хорошо себя чувствую. То есть, у меня нет вот, к примеру, таких мыслей, и вот что-то там... Такое будет меня преследовать, и спокойно я себя чувствую в этом плане. М-м-м. Я не думаю, что там ничего не репрессивного, в моем мнении. Какой человек, который, скажем, тоже имеет более традиционный вид, я не думаю, что там много репрессивных законов нет. Мы читали комментарии на нашем канале, и люди думали, что что там есть право информации о молитве, и они говорят, что это репрессивный закон. И они говорят, что это репрессивный закон. Ну, в этом случае, я думаю, что это что-то, что не было правильно, что не было правильно. Потому что, в моем мнении, я не уверен, что это право сказать или нет, но я не думаю, что государство должно закрыть кого-то, в том, что они говорят, даже если это правда или нет. Потому что, если ситуация находится под контролем, это значит, что, в принципе, они могут решить это сами. Почему бы они были так болезнен о том, что кто-то распространяет информацию, да? Что я реально думаю, что лучшая опция для государства – это вообще быть более открытым к людям, и показать им, что даже если нет информации, это не значит, что мы должны закрепить кого-то. Мы можем решить этот вопрос самим, мы имеем собственные медиа, мы имеем профессиональные люди, поэтому это будет мой взгляд на это. – А можно сказать, что ты хочешь на камере? – Нет, definitivamente. – То есть, это не значит, что… – Да, есть неправильные вопросы. – Да, есть неправильные вопросы, я думаю. – Ааааа… – Я не могу сказать, что они полностью добунки тебя, но есть правильные вопросы, которые вы учитываете на определенные, скажем, свободные вещи, которые вы можете говорить о том, что вы можете говорить. – А вы любите их, а вы любите их? – Я не думаю… – Это название нашего видео, вы любите их? – Я не думаю, что никто их любит. – Конечно, всегда есть ограничения, скажем, на то, что они любят их. – Кто-то согласен, кто-то не. – И я думаю, что миллионы людей, которые будут говорить совершенно разное ответ, в сравнении с моим. – Но, в честно говоря, я не думаю, что никто их любит. – А какие вы можете вспомнить сейчас? Какие у нас есть законы, какие-то такие? – Который вы могли бы назвать эпсимой? – Лично у меня в последнее время мне нравится отношение нашего государства к свободным пикетам, поэтому я думаю, что вот закон, запрещающий сонные пикеты. – Ну, есть, конечно, такие законы, их достаточно много, но многие из них я считаю оправданными. – Ну вот первый, который вспоминается, который оправданный, и первый, который неоправданный. – Ну, я не знаю, как он правильно называется, вот эти вот иностранные агенты. – Это оправданный или нет? – Я считаю, что да. – Почему? – Ну, мне кажется, что люди, которые поддерживают другие страны и при этом получают деньги от России, должны быть как-то санкционированы. неоправданные. – Ну, это когда касается обычных людей, а не инфлюенсеров, например, как вот эта ситуация с девочкой, которая нарисовала плакат против войны и которую хотели отправить в детский дом, в приют, отца посадить. Ну, вот такие ситуации, конечно, они тяжелые. – По поводу иностранного языка, то, что сейчас доходит до того, то, что обучение на иностранном языке где-то нелегально, где-то его упраздняют. название фирм также, их нельзя писать на английском языке, это репрессивные. По поводу шумевшей теме ГБТ пропаганды, в нашей стране я бы не сказал, что нет пропаганды. Наоборот, у нас всегда с этим было плохо. И то есть сделали еще намного хуже. То есть вообще даже пикнуть нельзя людям, и они уже со сроком. – Я безусловно уверен в том и на себе ощущаю, что они присутствуют. Я бы не хотел говорить, какие именно. Но, к сожалению, к великому моему сожалению, да, они есть, их довольно много, и нашу свободу зачастую ограничивают против нашей воли. И это довольно печально ощущать на себе. – Ну, те люди, которые их устанавливают, они мыслят не такими категориями, как мы. Они думают, что противоположное мнение, оно в принципе не нужно, если оно не подпадает под их картину мира. Поэтому… – Ну, сами наслаждаетесь такой ситуацией? – Нет, я не доволен. – Ну, я говорю про правила, которые, по-моему, имеют какие-то различные ограничения на граждане России. Ну, frankly speaking, я не могу назвать такие правила, как, например, freedom of speech, freedom of choice. Мы имеем такие основные принципы, и они действительно будут следовать, и даже защитить, и выжить их правила. И, как для России, что я могу сказать, нет, никто не будет преследоваться за заявлять свою личность. И все журналисты чувствуют себя свободно sharing их мнение, но… я хочу отметить, что если их мнение, так называемой мнение, как бы, как бы, как бы, репутация России, или президента Владимир Путин, или министров, они будут санкции imposed на них. Они будут заявлены как сообщества и их профессиональные активности будет limited just a bit. Но, после всего, это работает everywhere.